А растение очень важно, не просто важно, а очень важно. Самое главное, что все его названия, все знают. Это лен. Вот это лен. Ну, поскольку лен это самое обычное степное растение, можно и сорвать его. Длинный стебель и корень имеют очень прочные механические волоски. Вот это вот коробочки уже семенальные. Кстати, семена льна содержат исключительно питательное льняное масло. И в тех местах на Руси, где было растение наводства, лен-то выращивают, собирают ради этих стеблей. Культура сбора лена одна из самых трудоемых. Его выдергивают из земли руками. Никакой не комбайн, никакая не коса, никакой не серб. Нет. Просто вот каждый пучок набирается в руку и выдергивается. В чем дело? А дело в том, что при таком сборе лен выдергивается вместе с корнями. А в корнях примерно половина волокон. А если вы косите, то вы половину урожая оставляете в земле. Отделить вот в этом стебле то, из чего будет делаться льняная ткань и всего остального, очень трудно. Стебель плотный, хорошо связанный. Поэтому собранный лен оставляют вот прямо здесь же на месте, укладывая такими небольшими полосами, вырванные пучки вырванных стеблей, для того, чтобы они слегка подгнили. Этот процесс называется ферментацией. В зависимости от погоды, которая сейчас на улице, лен может отлежать на поле неделю, иногда две недели, иногда до месяца. Когда хозяин поля на ощупь определяет, что стебли готовы, собирают все это хозяйство, набирают пучки, вот не один такой стеблек, а пучок, и начинают колотить о доску. Вот так. При этом все волокна, они очень прочные, остаются неповрежденные. А все остальное, кроме волокон, отлетает от стеблей. В результате, после этой операции, в руках пучок чистых волокон, которые потом будут вычесывать, потом будут отбеливать, потом будут из них прясть нити и ткать льняной холст. Надо сказать, что в настоящее время в мире льняная ткань – одна из самых дорогих тканей. Многократно дороже хлопка и примерно соизмерима по стоимости с натуральным шелком. Ясно, что вся синтетика на свете просто в разы дешевле. Вот такое интересное растение. А в тех местах, где лен выращивался в массах, крестьяне варили для себя льняную кашу. Одну из самых полезных каш на свете. Дело в том, что в семенах льна содержится очень полный набор аминокислот, а значит, организм может строить любые нужные белки. Плюс к этому – очень занятное масло, которое по свойствам своим даже превосходит оливковое. Льняное масло, но у него есть одна особенность. Вот если вы пролили капельку оливкового масла на стол, и уехали куда-нибудь на две недели. Через две недели вернулись. Капля-то высохла или нет? Нет. Нет, конечно, не высохла. Нечем там высыхать. Оливковое масло не испаряется. Все молекулы остаются на месте. Масло такое жидкое. А вот за пару недель с каплей льняного масла произойдет гимнашка. Высохнуть он тоже не может. Но откислившись кислородом воздуха, молекулы льняного масла сцепятся друг с другом. И образуется плотная-плотная пленка, которая уже ничем не растворима. Льняной лак. Классические лаки до создания химического синтеза, до того, как люди стали делать всякие химические вещества по своему заказу. Как делался классический лак? Как раз из льняного масла, подмешивая к нему самые разные растворители. То есть льняное масло высыхающее. В частности, любой художник, который работал в рамках станковой живописи, то есть писал масляными красками. Хорошо, полотно завершено. Чем дальше обрабатывается? Поверх краски? Лаком. Каким лаком? Льняным. Льняным? Конечно. Это уже в 19 веке, в самом конце, в начале 20-го началось всякое безобразие, типа акриловых лаков и там подобное. Но исходная техника именно такая. Так что лен важнейшая история. Такой цветочек будет, вот этот цветочек, сохранится только до вечера. Вечером льнянский аппарат. И на завтрашний день на этом месте начнет завязываться новая коробочка. То есть цветочек у него эфемерный. Когда все поле засеяно льном, то оно кажется совершенно глобанным. Абсолютно глобанным. Дело в том, что на каждом стебле образуется огромное количество почек. Очень много. Один цветок сегодня отпал, а на жертву вот видите новая почка готова. Вот она, рядышком, да? Ага. На жертву вот здесь все только откроется. А после жертвы в другом чеке, в другой части стебли. Вот такая травка.